Праздник Мы знаем, что это сверхъестественное время и мы ожидаем от него воистину необычных свидетельств исцеления и преображения. Поэтому второй день конференции начался именно со служения чудес. В эти дни мы много размышляли о Божьей воле, вникая в Его Слово, наполняли свои сердца хвалой и поклонением, а также пребывали в общении друг с другом. Это прекрасное время подарило нам множество откровений, положительных эмоций и особенных благословений. Основными проповедниками были старшие пасторы объединения, а в завершение последнего дня вся церковь с трепетом принимала святое причастие. И каждый пребывал в слове и хвале, пока не наступило время творческого конкурса, первый тур которого состоялся еще в июле на празднике Пятидесятницы. Участники вновь порадовали присутствующих необычными творческими номерами и, конечно же, были отобраны президенты, перешедшие в следующий тур, который пройдет в будущем году на празднике Пасхи. Божьи дети, Божьи творения – это лучшие люди, это лучшие специалисты, это лучшие участники. И я верю, что вы сможете это сделать здесь. Я думаю, что жюри правильно оценит, но главное – Господь оценит и поведет дальше. Особое внимание было уделено детям. Если аниматоры, клоуны и фокусники развлекали наших маленьких гостей в холле, то в зале руководители детского служения презентовали видеоотчет с летнего христианского лагеря и приглашали всех посетить его в будущем году. Это то, что действительно называется праздником для всех нас и для верующих. Я верю, что не только нашего объединения. Я думаю, что в будущем к нам будут присоединяться многие верующие народы, которые вместе с нами будут праздновать праздник Пасхи, Троицы и праздник Кущи. Я думаю, что Дом Божий – это как раз будет та завершающая фаза такого цикла развития нашего объединения, которое даст нам новые какие-то, откроет перед нами новые горизонты. Я думаю, что когда этот Дом Божий будет построен, мы увидим, что нам делать дальше, мы получим новые видения, новые перспективы и, следуя им, мы обязательно добьемся успеха. Никто не может лучше поделиться своими эмоциями и впечатлениями от праздника, чем его непосредственные участники и зрители. Мы будем пробовать еще новые форматы, но этот год, на самом деле, он сделал большой шаг в области этих мероприятий, этих трех праздников, которые Бог заповедал народу Божьему праздновать. Я думаю, мы шагнули в что-то новое. Праздник полностью оправдал мои ожидания. Я счастлив вообще присутствовать здесь. Я рад переживать эти эмоции, находиться с этими Божьими людьми. Я нахожу в этом себя, раскрываю свой потенциал. В общем, круто. Впечатлений масса после каждой конференции, после каждого праздника. Но с каждым разом они все ярче и ярче впечатления. Всегда ждешь чего-то такого, чего не было раньше. И на самом деле и место, и слово, и прославление на этот раз, по-моему, очень здорово отличаются в лучшую сторону. И слава Богу, что я сюда попал, и я буду ездить на каждой конференции и присутствовать на каждых праздниках, потому что это самое лучшее время в году. Информационное бюро «Спектр» специально для объединения церквей евангельских христиан. Москва.